Время быть на этом месте, в это необычное время. Аминь. Потому что я знаю, что вечером мы собираемся, но сегодня на 8 часов вечера это необычное время. Но я понимаю то, что сегодня именно в стране, в которой мы живем, наверное, все славяне или многие-многие славяне, которые посещают церковь, или большая часть, которые посещают церковь, они сегодня идут, чтобы прославить Господа и что-то у Бога попросить. Даже, может быть, те, которые не сильно веруют, не сильно следуют, не сильно исполняют, но, тем не менее, это доброе время мы имеем пред нашим Богом, хочу сказать, слава Богу. Итак, дорогие, мы пели Псалом, такой годы юности летят. И с каждым годом мы, к сожалению, не становимся моложе, хотя чувствуем себя довольно-таки хорошо, и понимаем то, что вроде бы мы совсем еще молодые. Когда посмотришь в зеркало, ну, если часто смотришь в него, то вроде бы и много чего не замечаешь. Но когда сравниваешь себя, листая альбом, фотографии своего прошлого, или где-то просматривая, ты понимаешь то, что жизнь проходит. И это не так сказано. Жизнь летит. Библия говорит, и мы летим, дорогие. Но каждый из нас, мы оставляем определенный отпечаток в жизни. Сколько Бог определил нам прожить. Годы юности летят. Сегодня, последние часы этого года осталось, наверное, два с половиной часа, может быть, чуть больше. Если Бог позволит нам, мы переступим порог Нового года. И каждый из вас, и я тоже, подведя итог, мы можем сказать, вот сидя на ваших скамеечках, также хористы, мы можем дать сами себе ответ, что мы обещали в начале этого года. Что мы говорили пред Богом, когда преклонили колени, или, может быть, 1 января ходили и говорили, «Господь, вот это год, я хочу сделать то, я буду делать то, я буду поступать». Самое наилучшее, что в нашем разуме мы говорили пред Богом. И подведя итог сегодня, что мы сделали, или что мы успели. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, сильно не разочаровываемся, что-то все-таки доброе мы сделали, но не все успели. Бог продлевает нам жизнь, чтобы мы то, что обещали в нашей жизни, исполнили. Да поможет нам в этом с вами Господь. Итак, ученики Иисуса Христа, которые были с Иисусом, они настолько привыкли к Нему год за годом, они уже слились. Это была одна команда, которые ученики Иисуса служили, но пришел момент, когда Ему настал час, нужно было оставить эту землю. И для учеников это было, конечно, ну, они, может быть, не так ожидали. И когда все совершилось, я сегодня хочу так немножечко просто, чтобы в памяти вы вспомнили, когда все совершилось, у них разные мнения, распяли его, положили во гробе, что-то происходит, его там нет. Кто-то говорит, он воскрес. И вот такая вот какая-то не совсем определенность. Петр бежит, старается увидеть, смотрит, нет, идет, дивится, рассуждает и думает, что же все-таки происходит. И два человека написано в Божьем Слове, это Евангелие Луки, 24 глава, с 13 стиха и ниже, я буду читать дословно. В тот же день двое из них шли в селение от стоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемой Эмоус. Два ученика, они шли из Иерусалима в Эмоус. Если взять 60 стадий, это приблизительно 10 километров, чуть-чуть больше. Можете себе представить, да, можете себе представить, какое расстояние нужно было им преодолеть. Значит, они много ходили, они были способны ходить. Вот я был тоже, когда май месяц на Украине, нам приходилось там ходить немножко больше, чем мы ходим здесь. Здесь даже перейти от точки А к точке Б, буквально пару метров, и то мы садимся в машину, как-то мы так привыкли. Но это не всегда хорошо. Ученики, они были здоровые, они ходили, и вот этот путь, который они совершали, они шли и между собой рассуждали. Это нормально, это хорошо, когда они рассуждали о данных событиях. И смотрите, и разговаривали между собою о всех этих событиях, о том, о чем я чуть раньше сказал. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, третий, приблизившись к ним, и они идут уже втроем. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Это бывает такое явление, когда мы видим вроде знакомого человека, но не можем понять, может ли он быть здесь. Это такое бывает. И вот они между собой, двоем, наверное, погруженные сильно в рассуждение прошедшего времени, третий приблизится и идет с ними. Они же, значит, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны. Это то, о чем я говорил, было мнение разное. Они шли, они думали, что царь, что вот будет власть, что будет совсем по-другому, но того не произошло. Поэтому ихние ожидания или ихние мечты, они просто развеялись, растаяли. Их не стало, и они идут печальные, думают, рассуждают. Один же из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем, то есть в Иерусалиме в эти дни?» И сказал им, о чем? «Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло, ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Начал Иисус речь и говорить, то есть чуть-чуть раньше, как я сказал, что их планы или намерения, они разрушились. Все пришло к концу, последняя точка. Похоже, как сегодня этот уже последний день этого года. Какие-то планы вы тоже строили, и я строил. Что-то получилось, что-то не получилось. И в этой жизни учеников произошло разочарование, к сожалению. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея и всех пророков, визнительные сказанные о нем во всем Писании. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже слонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. 10 километров чуть больше идут обратно. О чем я хочу сегодня сказать, дорогие, что шло два ученика по жизни. Они идут, они рассуждают, они, третий, подходит с ними, и он настолько им понравился, настолько они его, можно сказать, приняли, хотя не узнали, но настолько они по духу поняли, что это есть некий такой особый человек, и уже день слоняется к вечеру, они идут дальше и говорят, слушай, давай переночуем, он говорит, нет, вернее, он показывал вид, что хочет идти далее. Но послушавшись их, и впоследствии, когда они, пригласивши его, он начал преломлять хлеб, он начал говорить, и они узнали кого? Иисуса. За которого, ради которого они, может быть, этих 10 километров чуть больше шли, рассуждали, говорили, они узнали Иисуса. И что я хочу сегодня заметить, основная тема моей сегодняшнего слова к вам, и также к себе. Они сказали такие слова, останься с нами. Я хочу сегодня об этом, дорогие, говорить. Год уже подошел к концу. Год уже осталось несколько часов, и мы переступим порог Нового года. Если даст Бог, мы будем дальше. И, естественно, каждому из нас, особенно христианам, особенно людям, которые уверовали в Иисуса Христом, особенно тем, которые последовали за Ним, нам нужен Иисус. Это прежде всего наши с вами жизни, как бы не разворачивались бы события. Может быть, это было не по нашему с вами плану. Может быть, мы надеялись в нашей жизни, что будет так, и оно как-то поступает или происходит по-другому. Может быть, мы думали, так и не иначе будет, оно совсем по-другому разворачивается событие. Но, дорогие, что нам самое важное, и я об этом буду немножко говорить, это Иисус. И они сказали, Иисус, останься с нами. Я первое, что хочу заметить, это просьба, она была приятная Иисусу. Знаете, почему? Он показывал вид, что он хочет идти далее, но он остался. Почему? Потому что они попросили Его. Смотрите, здесь написано в Божьем Слове Матфея. Матфея, возьму это 7-7. Написано там, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Кому эти слова обращаются? Ко всякому человеку, который просит. Когда ты просишь у Иисуса что-то, это ему приятно. Это ему приносит, скажу так, удовлетворение. Потому что он показывал вид, что он хотел идти дальше. Но они вместе, в том том, согласившись, говорят ему, Иисус, останься с нами. И он остался с ними. Дорогие друзья, этот год, я говорю, еще раз повторяю, уже идет к заключению. Уже идет к своему концу. И нам важен Иисус. И если мы в нашей жизни всегда будем говорить, Иисус, останься со мною. Иисус, будь всегда со мной, несовисимо, как разворачиваются события, пребывай всегда со мной. Евангелие Иоанна 14, 13 говорит такие слова. Еще хочу прочитать это место тоже в подтверждении. Евангелие Иоанна 14, 13, 14. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Это слова Иисуса. Итак, дорогие, просить у Бога, это первое, что я хочу, чтобы вы заметили, как просили этих два ученика, это не есть грех. Просить у Бога, это Господу нашему приятно. И даже, дорогие, когда у Бога есть определенный план, но когда мы просим, и просим с верою, Господь свой план и меняет. Потому что об этом свидетельствует и Божье Слово. Итак, мы идем дальше. Просьба была необходима. Это второе, о чем я хочу говорить, что просьба, она не только была приятна, но она была необходима. Почему? Возвращаясь с Лука 24, 29, говорит, но они удерживали его, останься с нами, потому что день уже снанится к вечеру. Уже темно. Уже трудно идти. Уже бывает в жизни моей и в жизни вашей не только, когда солнце светит, правда? Не только тогда, когда все вроде благополучно и со всех сторон у тебя благословение. Бывает в нашей с вами жизни вечер. Бывает в нашей с вами жизни и ночь. Бывает в нашей с вами жизни и трудности, которые нам обязательно нужно пройти. И потому, когда они Иисуса Христа попросили и сказали, останься с нами, потому что мы боимся, день слоняется к вечеру. И куда ты пойдешь в эту ночь? Я приблизительно так понимаю, они имели такую мысль. Но я хочу каждому из вас сказать, друзья, если в твоей жизни светит солнце, то и все хорошо. Никогда, никуда не иди без Иисуса. Если в твоей жизни трудности приходят, приходит вечер, приходит ночь, приходит скорбь, и это случается одна за другой бывает такое, правда? И с той, и с другой, и с третьей стороны. Проси Иисуса. Скажи, Иисус, как ты шел с учениками в МАУС, как ты услышал их и остался с ними, пожалуйста, будь всегда со мной. Итак, эта просьба не только приятна Богу, она необходима нам. Потому что независимо от твоего стажа служения, независимо от твоего опыта, независимо, или знаешь ты в каком direction или направлении идти, или не знаешь, это не зависит. Нам важен всегда Иисус, друзья. Нам всегда важен Господь, потому что когда Он с нами, я дальше буду говорить, тогда и сердце мое горит. Они даже не осознавая, или глаза их были удержаны, не могли увидеть, или не могли понять, но сердце им что-то говорило, и сердце подсказывало. Итак, эта просьба, она была необходима. Я хочу вспомнить тоже место и Писание, это написано, когда ученики были на море. Я думаю, что вы тоже помните, это Евангелие Матфея 8, 23, 26. Евангелие Матфея 8, 23, 26. И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали и ученики Его. И вот сделалось великие волнения на море так, что лодка покрывалась волнами, а Он спал. Конечно, это очень удивительно. Нужно быть вообще по-человечески или сильно спокойным, независимо, что вокруг тебя происходит. Я понимаю, что Иисус, Он понимал, Он контролировал, вся обстановка была под Его полнейшим контролем. Но когда в нашей жизни какие-то волны, я не думаю, что у нас есть сон. Может быть, друзья, мы как-то и спим, и стараемся уснуть, и так дальше, чтобы наше тело отдохнуло. Но все равно мы с этими местами ходим. Как я сказал, когда вечер, когда ночь, когда трудность, и случилось это на море. Тогда ученики Его, подошедшие к Нему, разбудили Его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы и маловерные. Потом встал, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Давайте скажем, слава Богу. Дорогие друзья, в нашей жизни бывают ветры. В нашей жизни бывают волны. В нашей жизни бывает буря. В нашей жизни бывает просто тихая ладья. Или тихая такая водичка, или море, по которому мы плывем. В нашей жизни разные моменты бывают. Я знаю и понимаю то, что если не будет с нами Иисус, мы сами не справимся ни с какими обстоятельствами, даже малейшими. Бывало такое в жизни, думаешь, а, ты уже имеешь некий опыт, вроде бы и нетрудно, и знаешь, как поступить. И когда ты надеешься на свои силы, ты видишь, что ты терпишь урон. У тебя не получается. Как бы валится все из рук. Почему? Потому что всегда в своей жизни приглашай Иисуса. Как я уже сказал, несмотря что долгие годы, может быть, ты опытный, ты уже знаешь, как теоретически поступить. Практически не всегда, но так получается. Буря на море. Кто может усмирить? Я думаю, ученики, многие из них, это же были настоящие рыбаки. Это были те люди, которые воды не боялись. Это были те люди, которые, дорогие, жили с водой. Пили эту воду. Купались в этой воде. Они знали, наверное, намного лучше каждого из нас, друзья. Но когда пришла буря, когда пришло волнение, тогда их вера, тогда все зашаталось. Они начали искать. Они... Хорошо, что был с ними Иисус. Итак, дорогие друзья, второе, что я хотел сказать, останься с нами. Останься с нами, Иисус. Когда буря? Когда волны? И поймите то, что, когда Иисус написано, встал и запретил, и сделалась тишина. В одно мгновение вашей жизни может прийти полная тишина. И бывают такие моменты, думаешь, Господи, ну как с этой ситуацией выйти? Господи, ну как именно управить так, чтобы все уравнялось? А потом смотришь, в одно мгновение раз, и пришла тишина. Дорогие друзья, Господь в нашей жизни, бывает, допускает трудности. Бывает, допускает этот ветер, определенные испытания. Но поймите, что в буре, или в ветре, или в трудности, Он поможет нам. Слава Ему. Он поддержит нас, друзья, потому что Он Бог наш. И потому ученики сказали, Иисус, Ты нужен нам, останься с нами. Итак, второе, просьба эта для них была необходимая. Третье, о чем я хочу говорить, они были неотступны. Лука 24, снова 29 стих говорит. Но они удерживали Его. Они не просто сказали, Иисус, ну, если хочешь, останься с нами, и пошли. Но Он бы послушал, наверное, как Его пригласили, так Он бы и остался. Но Библия говорит, они удерживали Его. Похоже, они, наверное, или за руки Его взяли, или, может быть, с двух сторон обступили Его, сказали, Иисус, мы Тебя никуда не отпустим. Уже смотри, уже к вечеру. Или, как этот прохожий шел, который присоединился к ним, их глаза были еще удержаны, написано, они удерживали Его. Дорогие друзья, если даже вы молитесь, если даже вы просите, Господи, усмири эту бурю, и этого не происходит, не теряйте надежды. Держитесь за Иисуса. Держитесь за благословение Божие. Это превыше всего. Превыше моря. Превыше волн на море. Превыше всех испытаний. Превыше всего того, что окружает нас. Когда мы с вами будем сокрыты Божьей благодати, и будем с Господом. Привести хочу пример из Старого Завета. Я думаю, что вы знаете, это один из Божьих мужей. Бетие 32, 24, 26. Написаны такие слова. И остался Иаков один. Помните, такой был момент его жизни. И боролся некто с ним до появления зари. Вообще-то, этот человек, оказывается, был физически сильным. Потому что тот некто, кто с ним боролся, не мог его одолеть. И Библия говорит дальше. И увидим, что не одолевает его, коснулся состава бедра его. И повредил состав бедра и у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я буду тебя держать. Я буду за тебя держаться. Я буду удерживать тебя, пока я не получу того, что я хочу получить. Боже, это не препятствует или не против твоей воли быть благословенным. Дорогие, за благословение нужно бороться. За благословение нужно сражаться. Я не говорю друг с другом. Против греха, против зла. За благословение нужно бороться. Помните, Исаав и Яков. Два брата. И Исаав говорит, я погибаю, дай мне поклепки покушать, потому что я умираю. А этот хитрый говорит, хорошо, давай благословение. За благословение нужно бороться не хитростью, друзья, но мудростью. Я привел пример Якова, чтобы мы поняли, что даже повредив состав бедра, он начал хромать. Даже в жизни нашей бывает, что мы, может быть, по виду, посмотришь, человек как-то уже и ходить нормально не может. Но у него одна цель – получить благословение от Господа. Дорогие друзья, в преддверии этого Нового года, как бы хотелось нам, когда мы будем молиться, высказать вслух пред Богом эти слова. Господь, Иисус, останься с нами. Будь всегда с нами. Мы не отпустим тебя до тех пор, пока ты не благословишься. А когда ты благословишь нас, мы будем благословены тобой, и, естественно, ты уже и останешься с нами. Итак, еще одно хочу заметить то, что это была просьба совместная. И снова Евангелие Луки 24, 29. Смотрите, и они удерживали его. Это не было между ними разногласия. Мог бы кто-то один удержать, другой сказал, нет, я не буду удерживать. Они обои его удерживали. О чем это говорит место? Оно говорит о том, друзья, о единстве. Когда Библия говорит, двое из вас согласятся, двое или трое, просить что-то, верьте, что получите. Как важно, дорогие, пойдут ли двое, не сговорившись или не согласившись. То есть, во всяком деле, должен быть договор. И этих два человека, у которых горит сердце, которые понимают, что необычный с ними находится этот человек, они обои, дорогие, наверное, даже, может быть, переглянувшись и поняли, они сказали друг другу. Потом, помните, еще это место 32 стих говорит так. Они сказали друг другу, знаешь, у меня сердце горело, когда он с нами говорил. А другой говорит, слушай, у меня тоже сердце горело. Как важно, друзья, в любом деле, в любом труде быть едиными. Как важно, дорогие, поучение Иисуса Христа. Я это понимаю. И поэтому, это есть хороший пример для вас и для меня. Да поможет нам Господь. Этих четыре момента, которые я сегодня так немножко заострил внимание, сказал вам. И почему-то оно положилось мне на сердце. Читая эту историю, я думаю, ты смотри, как удивительно получается. Ты смотри, как чудесно Иисус имел на берегу идти. Но он остался с ними. Это была приятная просьба. Дальше говорит то, что эта просьба была необходима для самих же учеников. Дальше это была неоступность. Библия говорит, помните, Христос сказал, по неоступности. Бывает, когда ты уже в доме, когда дети с тобою, и кто-то звонит, звонок, или, может быть, стучит в дверь. Особенно, когда ты устал, может быть, наработался, помылся, пришел, лег. И только-только начинаешь видеть сон, и здесь звонок звенит. И твоя реакция, думаешь, ну, подниму трубку. Особенно, ну, я говорю, это как служителя, думаю, подниму трубку. Ну, обычно вечером не звонит человек, чтобы сказать, привет, как у тебя дела. Это может быть с Украины позвонить, не посмотрев на время. А так, значит, какая-то просьба. А если еще ты посмотрел на телефон, и приблизительно можешь так уже поразмыслить, зная человека, какая просьба, и думаешь, взять трубку или не взять. Я не говорю, что у меня такое в жизни бывает, но вот такое именно состояние хочу вам нарисовать. И как трудно бывает взяться, одеться и поехать сделать некое дело. Но Библия говорит по неоступности. Так что хочу вам сказать, если вы звоните один раз, не берут трубку, звоните еще раз. Я думаю, что у вас должно это получиться. И так Библия говорит о том, что если по дружбе не получается, то по неоступности. Поэтому, дорогие братья и сестры, в преддверии Нового года будем просить у нашего друга, у Господа по дружбе. Но если не всегда получается, из-за того, что мы неверные, бывают друзья, то по неоступности Он обязательно поможет и даст нам. И далее продолжая, хочу еще читать место из Священного Писания. Это будет Матфея 18, 20. Матфея 18, 20 говорит так. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы сегодня с вами собраны во имя Иисуса. Аминь. Мы сегодня пришли во имя Иисуса. Назначенное время, оно, я думаю, не так важно, 8 вечера, 10 вечера. Но важно нам быть в единстве. Мы пришли с вами с одной целью. Прославить Господа и просить Его благословение на дальнейшую нашу с вами жизнь. Да благословит Господь. И хочу читать исход. Это будет, когда в жизни Моисея, тоже человека Божьего, был момент, когда ему пришлось на его жизнь, или выпал такой жребник, руководить народами. Представьте, миллионы людей, это миллионы мнений, миллионы характеров и так дальше. Ой, надо быть, ну он был кратчайший человек, естественно, дорогие. Но это настолько, я так себе картину рисую, это настолько тяжело было ему, но Бог ему помогал. И смотрите, какие слова он сказал. Ценные слова, очень важные слова. Он понимал силу, что если Бог что-то говорит, если Бог что-то говорит, он обязательно это сделает. И поэтому, смотрите, хочу читать это исход 33, 12 по 17. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Это приятные слова от Бога. Это приятно нам бы каждому услышать тоже. Итак, если я, говорит Моисей, приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрел благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Он говорит не только за себя, но он говорит и за народ, переживай за народ, говорит, помысли, Господи, вспомни другими словами, что это Израиль, это тоже есть твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Насколько он понимал ответственность, друзья, когда маленький даже шаг в жизни он делал, или может быть хотел бы делать без Бога. Он говорит, Господи, если ты с нами не пойдешь, не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Дай знак. Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Слава Богу, друзья! Это слово, которое, что можно еще лучше услышать? Моисей переживал, дорогие, не только за свой путь, но за весь народ, который ему Господь вручил. Моисей переживал за дальнейший путь, и он правильно сказал. Он сказал пред Богом, Господи, другими словами, мы будем идти, но ты не покидай нас. Мы будем идти, но ты останься с нами. Мы будем идти, но мы хотим, чтобы ты шел с нами, куда бы мы ни шли. А еще будет лучше, когда мы будем видеть тебя, идущего впереди, как столб огненный и столб облачный. И я тебе даю, Господи, скажем так, даю тебе слово, я буду идти по этому пути. Что бы ни происходило возле меня, как бы эти люди не сталкивали меня вправо или влево, я буду идти, потому что мое сердце, оно горит к тебе. Ученики Иисуса, которые говорили тоже между собой, слушая, когда он стал невидим, они говорят, не горело ли у меня сердце? Возвращаются с огромнейшей радостью в Иерусалиме и возвещают об этом чудесном и славном именно моменте, когда они увидели Иисуса. Мы будем идти к молитве, друзья, мы помолимся Богу. И, как я сказал, прежде всего поблагодарим за путь, который мы с вами прошли. Давайте скажем, если бы не Господь, Библия говорит, да скажет Израиль. Конечно, мы понимаем, что кто-то рассчитывает на свои силы, кто-то на свое здоровье, кто-то думает, ну, у меня все хорошо, у меня все приятно. Но и за это благодари Бога. Вы знаете, в жизни, я скажу так, что, я уже рассказывал это по местной церкви, что бывал такой момент в моей жизни, я думаю, ну, старший, кто-то молится, кто-то просит о здоровье, а вроде бы все нормально, вроде бы все хорошо. Ну, и слава Богу, я это не отрицаю. И в один момент как-то получилось так, не мог сделать вдох, и думаю, и не получается, друзья. И сразу мозги работают, Господи, дай, чтобы я отдыхнул, я хочу еще жить долго. Вы знаете, я понял, что у меня есть без Бога. Господь даст дыхание жизни, будешь жить, отберет, Библия об этом очень много говорит. Поэтому, дорогие пожилые, дорогие среднего возраста, дорогие молодые, дорогие дети, понимаем мы то, или должны мы, каждый из вас, понять то и верить в это, что мы все зависим от Господа. Если мы хотим, чтобы мы шли в правильном направлении, если мы хотим, чтобы наша жизнь, она была под руководством Божьим, если мы хотим, чтобы в нашей жизни независимо, или то ураган, или то буря, или то на море волнение, или то ночь, но чтобы мы были безопасны, написано, сблизься со мной и будешь в безопасности. Если мы хотим этого, нам нужен Иисус. Если мы, как я уже сказал, просто еще раз повторю, может быть, мы имеем огромнейший опыт в каком-то труде, в каком-то служении, нам нужен Иисус. Если мы даже не имеем никакого опыта, только начинающие служения, нам нужен Иисус. Во всяком деле, в духовном, особенно, а даже в земном, нам нужен Иисус. В деле рук моих, спас пешествуй нам. Если написано об этом Божье Слово, то есть говорит, Господи, в мои руки благослови, в деле рук моих благослови меня, нам нужен Иисус. Итак, преклоняя колени, мы прежде всего поблагодарим того, кто был с нами до сегодняшнего дня. А также давайте помолимся и скажем, Господь, если Ты позволишь нам переступить порог всего дома, или всего Нового года, извиняюсь, всего года 2019, мы порог уже переступили, всего 2019 года, будь с нами и никогда не оставляй нам. Иди с нами, будь руководителем нашим, будь противодителем нашей не только по местной церкви, но каждого из нас лично. И представьте себе, когда будет идти с нами Иисус, когда Он будет вести нас, как свою церковь, как свою голубицу, на основании Божьего Слова, сто процентов, я вам заверяю, никто из нас не заблудится. Об этом Библия говорит, что пойдет даже неопытный и не заблудится. Почему? Потому что с Ним будет Иисус. Преклоняя колени, прославим Его. Аминь.